Региональный форум по привлечению институтов гражданского общества к совместному сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной власти прошел в Чедерлунге. Дискуссия была направлена на проблемы общества и дальнейшую работу неправительственных организаций в партнерстве с органами власти и средств массовой информации. Взаимодействия такого тесного нет, но для того, чтобы его улучшить, было предпринято шаг по разработке проекта закона о социальном заказе, который подразумевал дальше возможность размещения социального заказа как для неправительственного сектора, так и для масс-медиа. И в этой связи мы надеемся, что Народное собрание все-таки рассмотрит эту проектную инициативу исполнительного комитета и примет этот закон, который позволит закладывать в бюджет элемент социального заказа по каким-то ключевым направлениям. Местом проведения форума организаторы определили Чедерлунгу не случайно. По их данными, именно здесь слаборазвитые институты гражданского общества. Действующих НПО и СМИ можно посчитать по пальцам, из которых только две общественные организации сотрудничают с местной властью и средствами массовой информации. Причиной всему отсутствие взаимопонимания. Мы понимаем, что в городе Чедерлунга есть ряд определенных проблем, что неправительственный сектор не развит на должном уровне, и потому сегодняшние форумы, те проблемы, которые были подняты и организованы в Чедерлунге. На региональном форуме, проходившем в рамках проекта «Центр-контакт», который был направлен на повышение уровня прозрачности и ответственности власти в стране, обсудили и состояние гражданского общества в автономно-территориальном образовании Гагаузии в целом. Мне это интересно, и, честно говоря, иной раз хочется бросить все и работать в НПО. Почему плохо взаимодействуем? Потому что есть несколько факторов или составляющих, которые влияют на это взаимодействие. Это политический фактор, потому что многие средства массовой информации, не секрет, имеют политический окрас. И учитывая, что те люди, которые сегодня находятся у власти, которые являются лидерами каких-то партий, общественно-политических движений, естественно, они пытаются повлиять на этот инструмент. По последним данным, в автономии насчитывается более 200 НПО, 10% которых действуют, остальные неактивны. Фотопубликации.